Ну а пока не погода, лишь надвигается на Иркутскую область. По самому региону уже вовсю катится волна пикетов и митингов. Именно так обманутые вкладчики пытаются вернуть свои деньги. Сколько сотен, если не тысяч человек, купили векселя финансово-торговой компании, доподлинно неизвестно. Полицейские просят пострадавших обратиться в следственные органы. Как так получилось, что дело Мавроди до сих пор живее всех живых, разбирался Давид Азизов. Верните деньги, власти помогите и далее стандартный набор плакатов. Для этих людей поговорка про бесплатный сыр приобрела реальные очертания около полугода назад. Вкладчики перестали получать проценты по приобретенным векселям. Ценные бумаги некой финансовой компании продавались через один из известных банков. Номинал от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей. Проценты предлагались вполне приличные от 8 до 12. В одном только братске заработать быстро и без хлопот захотели 80 человек. Сегодня они вышли на пикет. Целью данного публичного мероприятия является привлечение внимания общественности, привлечения внимания власти к проблемам, а не выплатах Азиатско-Тихоокеанского банка. Вопрос касается крупных сумм денег, порядка 4 миллиардов рублей по всей стране. И для большинства эти деньги откладывались на покупку жилья, обеспечение старости, обучение детей. Сумму в 4 миллиарда подтверждает в своем расследовании и авторитетное финансовое издание Forbes. Однако выгодополучатель здесь вовсе не банк, а некая ООО-ФТК, выпустившая векселя. АТБ выступил лишь агентом по продаже. Аналитики журнала приходят к выводу, изначально выпуск векселей планировался в духе МММ и властелины. В подтверждение приводят разъяснения Центробанка. Сама компания не имела денежного потока. В банке под нее были сформированы резервы на 100%. И она могла расплачиваться по выпущенным векселям исключительно при помощи выпуска новых. В предвкушении скорых миллионов люди, купившие векселя, даже не задумались, что приобретают, по сути, воздух. Дело в том, что самих ценных бумаг они не получили, те якобы хранятся в Москве. Прозрение начало приходить после того, как вкладчики вместо процентов в банке получили уведомления о невозможности выполнить обязательства. В одном только братске обманутых оказалось столько, что городским властям пришлось обращаться за разъяснениями в головной офис АТБ и в Центробанк. Головной офис написал лишь то, что работал с финансовой торговой компанией, чьи векселя реализовывались вкладчиком по договору агентскому. И за счет своих средств, естественно, гасить эту задолженность не может. А может гасить ее только при поступлении средств от финансовой торговой компании. Степень вины самого кредитного учреждения сейчас оценивают специалисты Центробанка. Брачани же вместо обещанных прибылей подсчитывают убытки. Причем не в одиночку. Векселя продавались в офисах АТБ от Урала до Дальнего Востока. Недавно на аналогичный пикет вышли обманутые вкладчики из Ангарска. Практически в один день с ними митинговал Благовещенск. Пока в суд обратились лишь единицы, но решений еще не вынесено. Давид Азизов, Новости по будням.